Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о субстрате для фиалок. Каким субстратом лучше пользоваться для того, чтобы фиалка хорошо росла? Первое, что надо знать, фиалки не любят чернозема и субстрата на основе низинного торфа. Он для них слишком плотный, слишком жирный, слишком тяжелый. Самый лучший субстрат для фиалки это на основе верхового торфа, не кислого, плюс разрыхлители дополнительные. Я использую торф производства Классман, но также хорошо себе зарекомендовали торфы Кекила, Джифи, Лафлора. Вот основные производители. Так, что у нас здесь есть? В маленькой этой штучке я вам показываю этот сам субстрат, который у меня получился. Вот Классман плюс пенопластовые шарики в роли разрыхлителей. Раньше я использовала перлит, но его надо обязательно промывать, и пыль его очень вредна для здоровья, вы знаете это. Плюс, если фракция мелкая, она скорее цементирует субстрат, чем разрыхляет. Как-то я начала переходить тоже на пенопластовые шарики, как многие другие, и меня устраивает, мне нравится. Вот, что касается влажности. Я лично люблю пользоваться сухим торфом, вот таким субстратом. Вот он сухой, видите, он достаточно рыхлый, что он как бы вот соединяется в ком, но его легко можно опять измельчить, разрыхлить. Вот, но если вы хотите использовать все-таки влажный, вам больше нравится влажный, тогда его можно сам увлажнить, и уже потом не добавлять воды, когда вы сажаете. Чувствуете, да? То есть, набрали воды, я сверху поливаю из душа. И он должен быть настолько влажным, чтобы вот вы собираете его в кулак, да, вот он держится. Но, в принципе, при движении довольно легком он опять разрыхляется. Это говорит о том, что он достаточно воздушный, в нем достаточно разрыхлителей, которые не дадут ему слежаться после высыхания, что нам и нужно. То есть, при желании вы можете использовать, видите, да? Рука такая макроватенькая, потому что к ней прилипают частички торфа. То есть, вы можете использовать в стаканчике насыпать вот такой торф, набирать, не приминая, вот набрали, да? В него посадили вот так вот сверху черенок, где детку, и поставили в тепличку, уже не поливая. Или, если, как я сказала, вам больше нравится сухой, чтобы вы могли сами контролировать количество полива, если вам нравится более сухой субстрат, вы делаете его вот таким, не увлажняя, и потом просто поливаете по краю стаканчика нужное количество жидкости. Надеюсь, я ответила на основные вопросы по поводу субстрата для фиалок. Спасибо за внимание.